привет друзья сегодня мы с вами посмотрим одну из улиц умирающие деревни это улица которая полностью опустела видеть асфальтированная дорога практически практически заросшая 2 улица хоть что и станет там еще несколько домов жилых вот поэтому предлагаю месяц она прогуляться и посмотреть брошенные дома так вот тут все заросло если мне асфальт тут был бурьян был бы выше меня ростом там у первый дом провода присутствуют здесь домов вроде как отрезаны проехал я в конец этой улице дальше вот такая небольшая поляна видно что с кашу летом здесь на сено видим поэтому и накатанная дорожка по этой улице плюс приезжают помародерить жители наверняка соседних сел деревень ну как помадеры в кавычках забирают на стройматериал все что может приходиться для деревенского дома хозяйства а именно там шифер снят сараев уже давайте заглянем первый дом с этой стороны так вот все заросшие дом кстати кирпичный для обложен кирпичом окна побитые крыш металлической еще пока не срезали там конечно разруха внутри видите хоть и дом кирпичная все равно деревянные наличники на окнах здесь совсем рядышком колодец еще относительно в неплохом состоянии пенит тут повсюду тут уже что-то проваливается земля около него внутри там печально в общем состоянии а так смотрите ровненько стоит козырёчка него дверь открыта настиж поэтому можно заглянуть внутрь часть тепловой доску же украли отсюда крышу сзади сняли металлическую вход во двор чуть позже заглянем так мельком хотим заглянем внутрь этого дома здесь вот такой вот такая душевая кабина бы относительно современная печка разрушили там выдрали полы следующие два домика должны быть поинтересней все-таки полноценно снимать правильно каждый дом хоть немножечко но показать тем более многие просят тем более бывает что хоть и дома разграблены можно много интересненько и найти чего личные помещения сверху сена и вот такой вот небольшой двор с небольшими загонщиками для деревенского скота там вот еще один загон сразу не заметил здесь вот такие вот смотрите интересные санки санки из плетеной ивы с которой казино чаще всего плетут таких не разве я самков не видел класс сколько труда ушло на это возможно сам житель плел корзины многое другое может быть купили и там подарили родственники ли там один из бывших жителей этой деревне тот кто умел плести потому что не каждый еще умеет умел тем более сейчас если умеет мой дедушка плел корзины соседний дом видно что не так давно его окрашивали на скидку на мой взгляд лет пять-семь назад настоящее время заброшен в состоянии видите с учета большое подъезжала окно выбили наверняка доски половые выдирали такие вот помню точно такие наличники на окнах совсем вроде недавно похоже что жили внутри вот такая вот картина со стороны улице не подумаешь а он так половина крыши снята именно железо вот здесь вот в углу портрет бывших хозяев а там дома быть поближе посмотрим понесу камеру почему оставили портрет же не какие-то фотографии а портрет в рамке дети-то внуки наверняка были это тем более раньше то сами прекрасно знаете поскольку детей семьях было не то что сейчас хорошо если один все равно мне кажется должны быть птичка вылетела наследники близкие родственники могли бы забрать правильно ну какая-то не нам осуждать их это будет на их совести фу с трудом довольно-таки получилось забраться наверх все потому что я увидел здесь фрагмент писаной иконы смотрите на дощечке вот она краска а то уже отскакивает до щечки писаная икона за мои восемь лет путешествие по заброшенным местам второй раз я нахожу писаные иконы брошенных домах одну как-то я находил по ярославской области в подполье дома боль конечно лучшем состоянии и вот здесь теперь нижегородской нашел небольшой фрагмент здесь также утюг он старый тут уж не будут ходить доски хлипленькие эти часть кровли нету можно и провалиться здесь поэтому хожу по половым лагам доски стараюсь не наступать фотография здесь было эти разбита из-за уж осадки дождь снег практически ничего не забрать и что здесь так здесь еще грамм и может быть даже с фотографиями может быть пустые или зеркала зеркала перевернуты вот такой вот дом и такая вот редкая находка здесь погибнет совсем скоро вместе с этим дом вышел на улицу и соседний дом выглядит довольно хорошее расстояние заборчик еще стоит перед ним пути немного покосившийся все за рассол крапивой натопнута тропинка окна все целые дверь приоткрыта друзья хочу вам порекомендовать продукцию интернет-магазина любимого селёк как видите я у них часто приобретают товар выбирая своих качества и приемлемую цену предлагаю месяц она и посмотреть что вот раз я приобрел и первое это на матрасник микрофибра стёканый с бортом но так вот он на этом состоянии на матрас выглядит все швы отлично прострочен нет никаких не точащих ниток борт 25 сантиметров полностью в круг на резиночке вот на резиночка лично матрасник стоимостью 1420 рубля 1600 на 2 метра размером в этом тоже разные можно выбирать следующий у нас одеяло двухспальная 2 на 220 размером луговые травы сезонная стоимостью 2719 рублей следующее это у нас двухспальный комплект пассивного белья зимний пейзаж материал без 100 процентов хлопок стоимостью 2161 рубль зимний лес и олени что мне нравится веселька неважно в одежда вот тут них приобретаешь когда-либо пассивное белье при стирке нет большой усадки и не окрашивается и двухспальный комплект пассивного белья одуванчики с 1 стопроцентный хлопок такой это рисунок симпатичный на мой взгляд и подарочка такая отойдет сумочка тоже такого же материала стоимостью комплект белья 2 626 рублей следующий двухспальный комплект пассивного белья афина материал поплин стопроцентный хлопок вот такой рисунок нем внутри вот такой вот цвета также и простынь такой же расцветки стоимость 2272 рубля скатерть на стол жаккард паулен шишки зима размером 220 на 145 сейчас мне тут свисает сильно но это с учетом что стол еще разложится стоимость такого-то размера ты скатерти 1015 рублей так состав 30 процентов лен 70 процент хлопок симпатичная скатерть следующий это джоггеры стоимостью 986 рублей и худи стоимостью 1483 это футболочка черненькая ромашка стоимостью со скидкой 282 рубля и такая вот футболочка серенькая тоже со скидкой 445 рублей почему василькая периодически скидки проходят акции и бесплатная доставка почты россии следующий это у нас набор кухонных полотенчиков моя кухня рогожка стоимостью 282 рубля какие-то интересненькие огромнейший тоже выбор у них полотенчиков постельного белья принадлежности одежды огромный огромный выбор смел переходить по ссылочку описании приобретайте ну и двое трусишков боксерки по 229 рублей и 12 пар носочек шерстяных таких не толстеньких по 145 рублей за одну пару вот такой то в общем не был заказ в этот раз любимого селька друзья смело переходите огромнейший выбор приемлема цена отличное качество их продукции ссылочка в описании на их сайт также то найдете ссылочку на тренером канал сообщества vk и канала дзене а мы продолжаем с вами смотреть заброшенную деревню такая вот резьба на этом доме и такие наличники просила тоже видите похозяйничали часть досок половых уже сняли так вот внутри огромное количество мух ух ты смотрите галанка обитая жестянкой так вот округлой формы всего лишь вам третий раз только вижу именно в брошенных домах чаще всего заброшенных усадьбах они надо в церквях это в доме вот такую вот печь очень трудно сложить это нужны хорошие знания руки чтобы откуда надо росли не каждый даже печенник сможет такую печь выложить какой-то сервантик есть наклейки из американских мультфильмов 90-х такой портрет женщина более взрослая внешне выглядит и мужчина в армейской кепке послевоенная фотография возможно пятидесятых может быть конец цирковых так на скидку на мой взгляд красному углу икон нету смотрите огромнейшее количество мух но это не удивительно август сентябрь это сезон мух во сколько жужжат такие вот симпатичные занавески здесь немного другие ты по симпатичному взгляд такое старое зеркало это тоже где-то 50-х годов может быть даже сороковых тоже видите это напыление на стекло отражающего элемента не помню там правильно называется так делали не ошибаюсь где-то до середины 60-х годов шкаф небольшой и что тоже еще интересно то что спальном помещении русской печени а ну потому что домик состоит совсем маленьких и маленький мост и либо как они сени тоже планировка немного необычная на мой взгляд здесь же ведь это касата голланд к голландская печь соответственно домоход был соединялся в общей металлической трубой которую соответственно украли здесь вот такие вот занавески душевные там идет хранились преимущественно чаще всего тарелки также бокалы мальчик из подков а нет чая целомский чай изготовитель о шраф город москва супер крепкий написано чай старая еще упаковка листа они 0 5 марта 10 и ну советский что никогда таких не видел в плане бумажной таки серый о смотрите это же тронтаж такой сумочка сделан видим охотник наверняка был хозяин обычная другого плана их вижу здесь вот такая вот интересная сумка такая довольно-таки большая дивана лопата широкая чтобы хлеб русскую печь помещать также потом забирать да и можно как и весло использовать на лодке плавать и снег чистить тоже много чего можно использовать деревянная лопата вот такая селёдочница ценой 60 копеек из стекла дворик небольшой совсем загончики скота деревенского и здесь же туалет собственно сверху сена хранилась огромное количество обуви старый такие вот путыли пластиковые 8 литровые второй раз я вижу такое напишите комментариях что в них раньше еще продавалась или это просто продавались под что-либо жидкое может быть масло здесь такой пучок лыка подвешен такая вот сумочка сетчатая лари несколько ковшелок и долбленка такой вот следующий дом согласитесь с улицы прям как будто бы жилой там для дачный до подзаросшие а внутри тоже все сами прекрасно видели быстро оперативно все разграбляют и вроде бы последний дом на этой покинутой улице так вот он весь оплетен дичьи наградам не знаю сколько камеры на камеру это быть видно смотрите вот сюда вот в угол видите маленькое отверстие дощечка прибита это вот такой цветообразный сковоречник хозяин сделал этого дома для птичек интересно сделано не каждый чедом догадается так сделать смотрите через разбитое стекло лично рад заплетается внутри окна смотрится это довольно-таки интересно так сарачки в высоченной крапива там еще на сарайчик тоже опутанный и виноградом заборчик здесь вот то что так вот опутала смотрите как интересно природа забирает свое вот как раз и крылечко ухо пробраться нам бы внутрь через эти заросли не пролезешь секунду застрял рюкзак зацепился специально не вырезаю при монтаже чтобы ощутили все прелести кавычках не только путешествий по заброшенным деревням так вот внутри здесь старый диван разложено в нем несколько матрасов здесь такой вот ковер код с топором бежит за лесой который украла петуха и несет его в лес здесь вот хата соломенной крышей интересно ни разу таких не видел такой вот ковер здесь старые джинсы и такая бирка т.д. марк 1974 за это год бренда и действительно джинсы на четвертого года если 7 4 то конечно вряд ли 7 4 то тогда они столько останешься денег еще их не достать было вот два входа в дом шкаф здесь тоже маленький такой диванчик смотрите тоже круглая печь галанка и огромнейшее количество фотографий портретов бывших хозяев близких ближайших родственников их такая женщина семейная пара молодая портрете изображены запечатлены вернее тоже цветные фотографии не только свадебные так харьков рига москва поезд вроде бы так написано смазанта еще портреты парня мужчины еще одного парня вот тот самый дети агат внутри окна иконы в красном углу в принципе в хорошем состоянии вот так немножко похуже но это не подумайте о мнение никого и ценности материально пока меня не несут только духовный это никто не украл старые бритвные станки харьков 45 железы и были кнопочка и зарядка еще где-то должна быть другая бритва написано так как там чекнила здесь такая фотография парня форме аладдина сокровища не подписано кодек немножко таких вот интересно че поиска поясы от платьев много старой одежды разбросана полу русская печь немного же коситься в эту сторону деревянном подклее я видно что пол то видим лаги подгнивают пол начинает коситься так вот маленькая кухонь когда домики совсем небольшие в этой деревне сразу русская печь спальне помещений и вланка различные фуфайки пальтошки висят на гвоздиках вольница такие вот полочки здесь самодельные остатки кровати и вот маленькая кроватка такая сумочка здесь а он и детский горшок зелененький и снова немного одежда висит на гвоздиках такие вот шторы кружим и немного даже еще одежда висит двор уже здесь побольше чем предыдущих домах несколько столов огромное количество загонов где жил деревенский скот старый буфет мяч сдутый оба ее огромное тоже количество здесь вот в конце венский туалет интересно сами как сделали такая вот своеобразная как бы скамеечка с отверстием и мякушечка привязанная и двери веревочки чтобы попки было мягко и если когда зима чтобы было не холодно ну это юг нижгородской области дворы дома намного намного меньше чем в северной части нижгородской области не знаю может быть это даже отдельная деревня не улица другой потому что другие жилые дома там они где-то на скидку 5 или 6 домов там уже какие-то современные прям коттеджи не бревенчные не кирпичные дома где-то в километре отсюда просто вот эта вот часть никак на картах не обозначена вообще просто со спутинных снимков улица небольшая и несколько брошенных домов ничего больше может быть ранее эта часть твоей деревне помог называется может быть это отдельно самостоятельная деревня вот сватина дороги метров 500 вот видите даже до сюда асфальт доходит от прям до этого синяка даже грунтовка все вроде бы больше и домов ты здесь и нету вон там он зарослих только одни стены еще одного дома и вроде бы и всего больше ничего нету может быть раньше 10 домов было много наверняка тоже вот дом мы тут сами шли следующий вон там а тут и даже и намеков то нет ну кроме того то на уходе одни стены зайти вот кустами и всего очень друзья такое от видео кому было интересно месяц она прогуляться этим сентябрьским теплым день ком бабье лето 23 градуса середина сентября если вам будет тесно пальчик вверх обязательно подписка на канал кто смотрит впервые впереди много чего интересного колокольчик включить обязательно рядом с кнопкой подписаться находится все вы смотрите на ю тубе вот так же подписывается на мою группу вк канал на инзине и там и там я публикую посты с более подробной истории различных заброшенных покинутых мест фотографии которые я фотографирую вот обычно там подборчики выходят как вы как а так и на дзине ссылочки на них в описании к видео также там же вы найдете ссылочку на мой второй канал заброшенных местах где я тоже показываю их и немножко о том как проходят мои поездки телеграм-канал тоже там же милости прошу всем буду очень рад кому позволит финансовая помощь хочет оказать там же найдете реквизиты на катсбера шлюки мани и данный шнадерс пример для тех кто смотрит не из россии пока еще туда переводы приходят в отличие от других банковских вот всем друзья спасибо за вашу активность с донат и перейдем на очень интересного ждите всем огромной удачи и пока пока